Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Вопрос, на чьей вы стороне. Иногда у нас подход «мы» и «они», не так ли? Есть «мы» и «компания». Какое-то время назад я был в одной из церквей в Австралии. Тогда там было около 200 работников. Сегодня их, наверное, тысяча. Речь о Хиллсонге. Но тогда их было всего 200, и местами встречалось такое отношение «есть мы», «есть они». Менталитет третьего этажа. На третьем этаже находилась бухгалтерия, администрация. На первом этаже был колледж и его работники. На втором этаже располагалась пастерская команда. Если вы не будете осторожны, то можете начать думать «мы» и «они». Таким образом, можно принести разделение в любую организацию. Хочу показать вам человека, который не думал, что есть «мы» и «они». Звали его Моисей. Говорится о нем в Исходе, 32 главе, 26 стихе. «И стал Моисея в воротах стана и сказал, кто Господень, или на стороне Господа ко мне». Заметься, он не сказал, кто на моей стороне ко мне. Моисея не было комплекса Мессии. Он не сказал, если вы на моей стороне, и вы за то, что я несу, тогда идите ко мне. Нет, Моисей спросил, кто на стороне Господа. А это автоматически означает, что Моисей является представителем команды Бога. «Если вы в этой команде, то присоединяйтесь ко мне». Но на самом деле вы не присоединяйтесь ко мне, а решаете для себя, что вы на стороне Господа. И далее сказано, и собрались к нему все сыны Ливии. А затем он сказал сыновьям Ливия пойти и истребить всех остальных. Библия говорит, что Бог даже разверз землю и проглотил их. Они просто исчезли, и никто никогда их больше не видел. Иногда мы можем подумать, что мы просто не сошлись характерами с лидером. Тут люди говорили, «Моисей, к тебе есть претензия». «Кто умер и назначил тебя главным?» Но очевидно, что Господь назначил Моисея главным. А Аарон и Мариам пытались занять его место. И это плохо кончилось. Аминь. Библия говорит, что когда Моисей ушел на гору, люди пришли к Аарону и попросили его сделать им золотого тельца, которому они могли бы поклоняться. Потому что Моисей говорил о каком-то Боге, но теперь Моисей исчез. И вот Моисей возвращается с горы, а Иисус Новин был воином. Это все, что он умел. Нет ничего лучше, чем иметь такого воина во время войны. Но нет ничего хуже, чем иметь воина в качестве лидера в мирное время. Посмотрите на историю мира, и вы поймете, о чем я. Моисей и Иисус Новин спускаются с горы, и Моисей говорит, «Что там за звуки?» Иисус Новин тут же достает свой меч, потому что он умеет только воевать, и он говорит, «Это звук войны». Иногда мы воспринимаем что-то через свой фильтр. Моисей был более опытным, и он говорит, «Нет, это не звук войны, это звук греха». Затем Моисей говорит, «Кто он на стороне Господа?» Иисус Новин был очевидцем всего этого. А теперь давайте прочитаем книгу Иисуса Новина, пятую главу. Тут сказано, «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред Ним человек, и в руке Его обнаженный меч». Итак, Иисус Новин видит этого человека и думает, «Он отстал от наших?» Или же он чужой? Не понимаю. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты?» Или из неприятелей наших? А заметьте разницу между зрелым лидером Моисеем и воином Иисусом Новином. «Мы собираемся воевать. Ты за меня? Ты за нас или за врагов?» Заметьте, что Иисус Новин сразу же подошел к тому человеку, хотя видел меч в его руках. Мне нравится его ответ. Послушайте, что он говорил. Он сказал, «Нет, я вождь с воинства Господня». Теперь пришел сюда. Это был командир армии Господа. Командир всего множества армий Господа. «Не знаю, как еще объяснить». Это самый сильный ангел на небесах. А Иисусу Новину хватило дерзости подойти к нему. «Ты за меня?» Или за моих врагов? Ангел отвечает, «Не за тех, не за других». Видите, у нас есть только мы и они. А Моисей спрашивал, «Кто на стороне Господа?» «Кто из вас на стороне Господа?» Иногда по неосторожности мы можем решить, что Бог — это джинн. И когда Он нам нужен, нужно лишь потереть лампу. Он — Царь и Господь. Мы отдали Ему свои жизни. Но иногда мы молимся так, что непонятно, «Кто кому вообще Господь?» Иногда в наших молитвах Бог выступает, как наш слуга, и мы пытаемся перетянуть Его на нашу сторону, вместо того, чтобы сказать, что вообще-то мы на Его стороне. «Иисус новин, ты за меня или против меня?» «Ты за нас или за врага?» И ангел ответил, «Ни то, ни другое. Я капитан армии Господа». Мне нравится, что дальше сделал Иисус новин. Иисус спал лицом Своим на землю и поклонился и сказал Ему, «Что Господин мой скажет рабу Своему?» Мне очень нравится эта реакция. С Богом нет такого понятия, как нейтралитет. Бог говорит, «Ты можешь быть холодным, но только не еле теплым, иначе я выплюну тебя из моих уст». Иисус спрашивал, «А вы за меня или против меня?» «Если вы уже схватились за плуг, но продолжаете оглядываться назад, то вы не подходите для царства. Вы недостойны быть моими учениками. Если вы пытаетесь сохранить свою жизнь, то вы ее потеряете. Но если вы готовы потерять свою жизнь, то вы ее обретете». Однажды один человек сказал, «Господь, я хочу следовать за тобой». Но Иисус сказал что-то, что может показаться таким бесчувственным. Иисус сказал, «Оставься мертвым, хоронить мертвых». Он имел в виду, что твой отец и так уже духовно мертвый. «А я даю тебе возможность следовать за Мною. Если ты последуешь за Мною, у тебя будет жизнь. А если у тебя будет жизнь, то ты сможешь принести ее своему отцу». Вы меня слышите? Но если ты выберешь отца, который сейчас мертв, как и ты, и ты не ответишь на призы в жизни, то ты так же мертв, как и твой отец, имеется в виду духовно. Поэтому оставься мертвым, хоронить своих мертвых. Некоторым из вас не понравились эти слова Иисуса, потому что вы думали, что Иисус — это просто милый, добрый и немного пассивный пастырь. Но вы должны знать, что Он еще и царь, и воин. И Он желает, чтобы вы были теплыми или холодными. Иными словами, есть небеса и ад, ангелы и демоны, живые и мертвые. Сегодня у нас день записи в команду. Моисея тоже был такой день. Когда Бог явился Моисею в горящем кусте, который горел и не сгорал, в тот момент Бог призвал его идти к фараону, чтобы освободить евреев из рабства. Это был день записи в команду, потому что Моисей ответил на это приглашение. Он пытался сделать все, что в его силах, чтобы избежать этого. А кто из вас пытался избежать дня записи в команду? Кто из вас помнит ваш день записи в команду, когда вы отдали свою жизнь Иисусу и сказали Ему, что теперь вы в Его команде? Наверняка вы помните этот замечательный, судьбоносный момент. Я хочу сказать вам, что у Бога нет внуков. Мы сыновья и дочери Бога. Нам не нужны поддержанные откровения и поддержанная вера. Аминь. У Бога нет внуков и внучек. Каждый должен пережить свою личную встречу с Иисусом. Слава Богу! Мои дети выросли в христианской семье, но мы с Шерон выросли в семьях, которые очень далеки от христианства. Шерон выросла в очень хорошей и обеспеченной семье, но так ничего и не знала о Боге. Я тоже вырос не в христианской семье. Я терпеть не мог религию и не знал Иисуса. Но когда я отдал Ему свою жизнь, я хотел сделать все, чтобы мои дети пережили свою собственную встречу с Богом. Слава Богу, что двое из троих наших детей приняли решение следовать за Богом в нашей церкви еще в раннем детстве. Слава Богу за детское и молодежное служение. Аминь. Несмотря на то, что они мои дети, им нужна их собственная встреча с Иисусом. У Моисея был день записи в команду. И у Давида тоже. Вот Давид пасет овец, верно выполняет свои обязанности, как однажды приходит пророк и говорит «Ты станешь царем всего Израиля». Затем этот человек вылил масло на Давида. Это был день, когда Давид записался в команду. Библия говорит, что с того дня Дух Божий был на Давиде. С того дня Давид был другим человеком. У Иеремии тоже был такой день. Господь сказал, «Прежде чем я познал тебя, я сформировал тебя в утробе матери и назначил тебя пророком для народов». У Елисея тоже был день записи в команду. Илья бросил свой плащ на Елисея. Одно прикосновение от Бога. Одна встреча с ним. Елисей решает следовать за этим пророком, который принес Бога в его жизнь. Этот пророк сказал Елисею, «Следуй за мной». Хотя и не хотел этого. Вы хотели бы служить тому, кто не хочет, чтобы вы были рядом. Но Елисей не обращал на это никакого внимания. Он сжег свой плуг, обращался с родителями и пошел за Ильей. У Елисея наступил день записи в команду. «Аминь! Я не могу вернуться туда, где я был, как бы хорошо там ни было. Я не хочу делать ничего посредственного. Я хочу служить Богу. Я хочу принести разницу в этот мир». У учеников тоже был день записи в команду. Каждого из них Иисус пригласил лично. И они сразу же последовали за Ним. Даже у Павла был день записи в команду. Павел убивал христиан и гнал церковь. Затем ему явился Иисус, сбил его с ног, ослепил, а потом просветил его, чтобы тот понял, кто такой Бог. Каждому из нас нужен такой день записи в команду. Даже у Иисуса он был. Это тот день, когда Иисус крестился в Иордане, и Дух Святой сошел на Него. Библия говорит, что с того дня Он начал творить чудеса. Это был его день записи в команду. И Бог слышимым голосом сказал с небес, «Это мой парень». Аминь. А вы помните свой день записи в команду? А кому-то приходилось повторно записываться. Да, и такое бывает. У меня вопрос к вам. На чьей же вы стороне? Многие люди пытаются совместить Бога в свою жизнь. Иногда люди даже говорят, «Бог занимает большую часть моей жизни». Бог должен быть не частью, а всей вашей жизнью. Мы не находим время для Него по воскресеньям. Мы созданы, чтобы служить Ему круглосуточно. Мы должны просыпаться и засыпать с мыслью о Нем. Он — своевременная помощь, а не просто джин из бутылки. Аминь. Я — большой фанат церкви. Мы говорим о том, как войти в игру и как взяться за все то, что Бог приготовил для этой церкви. Иисус сказал, «Я построю Мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Я хочу потратить свою жизнь на построение того, что ад не может одолеться. В мире много хороших организаций и хороших инициатив, но ничего не сравнится с тем, что ад не может одолеться. Иисус строит церковь. Поэтому я хочу отдать мою жизнь, мое время, мои финансы, мою семью, на то, что строит Он. Когда пройдут небо и земля, останется только лишь церковь. Церковь — это надежда мира. Вы верите в это? Я — фанат церкви. И все мы бежим за призом. Я молюсь о том, чтобы мы, как церковь, не смотрели на погоду, а всегда были готовы включиться в игру. Аминь. Итак, номер два. Настоящие фанаты понимают важность каждой игры. Настоящие фаны понимают важность каждой игры. Они понимают, что каждая игра важна. Настоящие фаны считают, что если они не присутствуют на игре или не смотрят игру, то их команда может проиграть. Не верите? Спросите. Таких вот настоящих фанатов. Они скажут вам, что боятся даже выходить в туалет, чтобы из-за их отсутствия не произошло что-то плохое. Они понимают важность каждого мгновения. Однажды я сам смотрел игру «Нью-Йорк Мэтс». Это была мировая серия «Мэтс против Янкис». Это было как «Бог против сатаны». Я запомнил там одного парня. Я даже хотел нанять его в качестве лидера прославления в нашей церкви. Нет, правда? Он был абсолютно пьян. Он был в том же секторе, где я. Мы сидели там, где из носа начинает идти кровь. Мы были так высоко, что нужна была кислородная маска. Нет, я не шучу. Но он был так замотивирован. Вы не понимаете, они же нас слышат. Он заставил меня болеть так, как еще никогда не болел. Он меня так вдохновил, что я захотел, чтобы он вел у нас с прославления. Он постоянно говорил, «Они нас слышат. Я не мог ему не поверить». Кстати, это была единственная игра, которую они выиграли. Итак, фаны понимают важность каждой игры. Они понимают, что эта игра важна для всего сезона. Аминь. Ну а далее номер три. Настоящие фаны платят цену. Если вы настоящий фанат, то у этого высокая цена. Я был на всех играх краснокожих. Я их фанат. Еще я болею за Мэттс и Джеттс. Уж простите меня, но я родился в Нью-Йорке. Поэтому эти ребята всегда в моем сердце. Простите не за то, что я родился в Нью-Йорке, а за то, что я фанат Мэттс и Джеттс. А еще я фанат краснокожих. Я ненавижу ходить на матчи. Я люблю быть на игре, но нужно целых два часа, чтобы попасть на парковку. Кто-то из вас бывал на таких играх. Говорят, что это самая ужасная парковка во всем НФЛ. Нужно два часа, чтобы попасть на нее. И почти три часа, чтобы выехать с нее. Плюс четыре часа игры, плюс цена билета. А хот-дог стоит десять долларов. Но если вы настоящий фанат, то вы платите эту цену. А когда вы настоящий фанат царства и Господа, то вы платите цену за это. И вы готовы пойти на все. Вообще на все. Аминь. Настоящие фаны знают свою статистику. Недавно мы с Джошем и еще несколько пасторов нашей церкви пригласили одного парня на обед или на ужин. Это был пастор церкви «Царя царей». Самой большой церкви в Израиле. Он мой друг. Он прилетел просто, чтобы провести время с нами. Я проповедовал в его церкви. Он прекрасный человек. И он сказал мне, «Стив, я хочу пообщаться, но сразу же предупреждаю, что я фанат Дюка. Сегодня они играют, поэтому мы можем пойти в какой-нибудь спортбар? Да, я знаю один такой. Называется он у капитана Джорджа, но я даже не знал, какой он большой фанат. И вот мы смотрим игру, и я говорю Джошу, «Разве Марк Уильямс, рост которого 3 метра? Его рост почти 2 метра 20 сантиметров. Ему каждое воскресенье приходится наклоняться, чтобы войти в эти двери. Так смешно наблюдать за тем, как он входит в это здание и ходит по нему. Мы не подумали о нем. Когда проектировали это здание. И вот я говорю, «Разве Марк Уильямс не пописал контракт с Дюком?» И этот пастор из Израиля говорит, «Марк Уильямс, он что, в вашей церкви?» «Да, он у нас». Оказалось, что этот пастор следит за карьерой Марка Уильямса еще со школьных лет. Он сразу же начал рассказывать всю статистику. Вот сколько у него подборов, вот сколько у него очков в среднем за игру. Он знал все об этом юном даровании по имени Марк Уильямс и молился. Представьте, молился о том, чтобы Марк подписал контракт с Дюком. Он тут же достал телефон и набрал своего сына. Представляешь, Марк Уильямс подписал контракт с Дюком. Я подумал, что мы натворили. Он сейчас нас опозорит. Настоящие фанаты знают, что происходит с их командой. А сколько здесь фанатов того, что делает сам Бог? Настоящие фанаты громкие и заметные. Их сложно не заметить. А не как тот фанат с моего матча. Он не просто смотрел игру. Он требовал, чтобы все вокруг подключились к игре. Кстати, Петр был настоящим фанатом. Он был самым громким и заметным. Конечно же, Иисус заплатит налоги. Он даже не спросил у Иисуса. Он просто заявил об этом. Именно Петр сказал, «Господь, я умру за тебя». А потом отрекся от него. Именно Петр увидел Иисуса, идущим по воде. Он громче всех сказал, «Господь, это что, ты?» «Я тоже так хочу». «Мне нравится, Петр». «А вам он нравится?» Петр ходил по воде. Именно он в день Пятидесятницы поднялся и сказал, «Послушайте, мы не напились, как вы думаете. Мы полны Святого Духа». И вот мой последний пункт. Настоящие фанаты поддерживают лучше, когда они пьяны. «Пастор, вы хотите, чтобы мы приходили в церковь пьяными? Я вас правильно понял?» «Нет, не в этом смысле. Я другое имею в виду. Я имею в виду, чтобы вы были пьяны от Святого Духа. Настоящие фаны поддерживают лучше, когда они пьяны. Я хочу сказать, что жизнь лучше, когда у вас есть Дух Святой. Библия говорит, что ваше сердце там, где ваши сокровища. Возможно, сегодня утром вы определите для себя, какой вы фанат по тому, где находятся ваши сокровища. Библия говорит, что ваше сердце будет там, где лежит ваше сокровище. Возможно, то, какие мы фанаты Бога и того, что Он делает, можно определить по тому, как мы даем. Вы с этим согласны? И сегодня я приглашаю вас записаться в команду. А если вы говорите, что любите Дом Божий, то этому нужны доказательства, потому что ваше сердце там, где находятся ваши сокровища. Иисус с самого начала говорил об этом. Вы принимаете это слово? Я верю, что вы принимаете сегодня это откровение. вы приняли что-то для себя сегодня? Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас, но теперь вы понимаете, что жизнь это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам.